Доброе утро, мои дорогие! Слышите звуки? Конечно! Это, видите, с утра пораньше. Косик приехал. Вот он. Все уже покосил. Трава-то выросла какая-то. Трава-то выросла. Не говори. Правильно Оля говорит. Что-то путевое, хрен выросли. Одна трава. Мои хорошие. Никому не нужно котяток, сфинксов. Вот этих лысеньких. У Оли еще шесть штук. У нее так всегда, ну, удачно они продавались. А вот в этот раз, я не знаю, я уже говорю, Оль, может быть, не докотят сейчас людям. Может, кому-то нужно. Они у нее очень умные, ласковые, хорошие такие. Продает она их по шесть тысяч. А сколько денег она на них угробила? Пока они выросли. Пока они выросли. Вот им сейчас по три месяца. Она их и в больницу возит чуть что, в ветеринарку. И вообще очень за ними следит. Она очень добрый человек, любит животных. Вот, ну, уже, говорит, сил нету никаких. Продать не могу. И куда вот это стадо носится, там, мама, папа. Вот она двоих только у нее получилось продать. Кому надо, напишите мне. Я понимаю, что это кошки на любителя. Ну, почему-то вот раньше-то продавались, а сейчас никак. Что случилось? Или просто лето людям? Кто жилье сдает, кто что? Может, не до этого. Напишите, пожалуйста. Надо съездить их снять. Показать вам. Ну, а так, доброе утро. Ну, правда, уже не раннее утро. Я встала-то рано очень. Шесть часов встала. Уже сколько дел понаделала. И сколько еще предстоит. Надеюсь, что у вас все нормально. Сейчас только разговаривали. Оля говорит, какая же она красивая. Я говорю, красивая. И тень от нее хорошая. Но сколько же от нее мусора. Ой. Сейчас, ладно, хоть цветочки сыпятся. А осенью, ну, уже когда падать листва будет. Они же, видите, какие здоровые. Ой, тут сугроб будет. Прям такие помидоры-то крупные. Крупные прям. Прям крупные. Гляньте. А я их хотела в банку закатать. У меня их прилично. Помидоров-то. Такие здоровые. Это надо в какую-то трехлитровую банку, что ли, закатывать. Куда ж мне их столько. Вот, мои дорогие. Вот, единственное, сделала сегодня вот такой комплектик. Это ракушка. Натуральная. Вот такие серьги. И вот такой кулончик. Не делала я больше ничего. Мне кажется, это так, самодостаточное абсолютно украшение. Вот. Ну, жду ваших комментариев, конечно. Цепочки у меня под золото нету. Другой, к сожалению. Так что, вот в таком вот виде. Серьги легкие. Ну, а что, собственно, веса у них одна швенза. Стоит такое украшение, будет 700 рублей. Ой, ну, почта еще. Вот почта, конечно. Иногда хочется вот что-нибудь украсить. Ну, такое вроде бы совсем неважное. Ну, вот. Люблю я, чтобы вот катушки были с кружавчиками. Вот такие вот с маленьким декором. Только еще вот сейчас высохнет. Лаком покрою, и оно сольется. Не будет отличаться по цвету. Перекрасила я в белый цвет стеллажик свой. Потому что что-то подбешивает он меня. Вид дешевый у него. Под дерево вот это вот на фоне белой стены. Вот, перекрасила. Но красила не прям в белый цвет, а у меня там и дерево проглядывает. Завтра высохнет, может, еще придется красить разок. Так, ладно, пойду поливать. Да, вам покажу, может, чего-то новенькое там есть. Да, и этот поставила. Мини-комодик поставила на холодильник. Со своими клаше. Очень удобно. А то здесь он у меня на печке. У меня тут и так-то всего наставлено. Некуда все одевать. Места мало мне. Вот, пообрезала только вот эту вот сторону куста. Вон, видите, сколько нарезала. А там, а там еще, ой-ой-ой. Много. Листья виноградные. Везде все листья. Господи, опять наболило, как сугробы. Смотрите, у меня манго растет. Он уже какой вырос. О, на. А тут авокадо вот лезет. Я их три штуки тут сажала. Не знаю, вырастет, чего не вырастет. Посмотрим. Вон, сколько их уже отсвело. Еще цветут. И еще будут цвести. Молодцы розы у меня в этом году. Молодцы. А те, вон, обдирала, 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 обдирала. Ой, они уже такие на дорогу вываливаются. Мусор никак не вывезем. Но я его уже половина вынесла. Ну, то там, где было легкое, так я вынесла. Так. Чего еще-то хотела? Слушайте, и огурцы в этом году. Я даже пожалела, что я мало посадила. Прям ем свои огурцы. И вон, смотрите. И вон аж где. Ой, вон где. Хотя у меня два огурца всего. Я ем вот огурцы каждый день. Ну, тут-то я уже поддирала. Вот. Ну. Двадцать шесть. Такое время-то с полдевятого почти. Ну, вот этот я опять благополучно забыла, как оно называется. Садовод. Хренов. Ой. Солнышко, какое ж ты хорошее вечером перед закатом. Красивое. Ласковое. А днем-то ведь сижу дома. Жарко. Хотела сегодня съездить в Черноморск. Потом думал, да ну его нафиг. Ой. Опять какого-то мусора накидали. Витя, ангел-то мой, Господи. Скосил мне все. А дурманчик оставил для красоты. А Оля ему говорит, ты вот это все скоси. Я говорю, ага, отсюда и до заката. Коси все. Ну, ладно, в общем, новостей никаких нет. До Лены Баттла я не дозвонюсь никак. Она мне что-то тоже не звонит. Ну, они, понятно, приехали. До моря дорвались. Им всего-то две недели. Ладно. Думаю, не буду я их дергать. Сами позвонят. Вот еще сегодня Марина из Турции прилетает. Ну, я не знаю, во сколько она, чего. Ну, завтра с утра позвонит. Что-то сегодня даже с Сашей не разговаривала. Я ей позвонила, а она трубку не брала. Что-то не перезванивает. Надо сейчас позвонить. Что у них там. Ну, так. Новостей никаких нет. Что-то как-то у меня сегодня и дела-то не ладились. Я и взялась красить этот стеллаж. Думаю, ничего у меня что-то не получается. Думаю, ладно, надо стеллаж хоть никак. Руки не дойдут перекрасить. Мат. Ну, как-то не знаю. Вот сделала две пары сережек из ракушек. Ну, и все. И что-то я начала делать сегодня. Один, так сказать, проект. Ну, я потом еще раз попробую. Угробила три часа. Ничего у меня не получилось. Я психанула. Все это собрала, выкинула нафиг. А потом-то уж думай, думаю. Надо было по-другому сделать. Три часа угробила. Ничего не получилось. Обидно, когда так. Обидно, да. Ну, что делать? Всяко бывает. Ладно, лопыськи мои. Видео сегодня будет короткое. Да и особо ничего нету в нем. Ну, а что сделаешь? Какой день, такое и видео. Ну, а что сделаешь? Ладно. Самое главное, чтобы вы были все здоровы и счастливы. А будете здоровы и счастливы, будете смотреть мои видео и ставить лайки в хорошем-то настроении и здравии. Правда? Да ладно, что бога-то гневить. Вы у меня и так золотые. Не все же золотые люди, поэтому у меня и просмотров меньше. Что у меня только одни золотые. Ладно, лопыськи, давайте. Мне там Оксана чего-то прислала, по-моему, опять видео. Завтра надо видео выложить с утра. Может, еще кто девочке чего прислали. Я ковырялась, даже не смотрела. Видела только, пикнула, что Оксана там голосовое сообщение прислала. Сейчас пойду разбираться. А, честно говоря, уже спать хочу, не могу. Я уже спать захотела, пол седьмого. Красила этот стеллаж, а у самой прям глаза закрываются. Ну, потому что спала плохо и встала рано. Так что давайте, мои лопыськи, не болеем. Вообще ни разу. Держим себя в руках, не нервничаем. Не переживаем. Держим хвост пистолетом. И такие бодренькие, веселенькие, хорошенькие. Вперед! Но это завтра с утра. Хорошую картину нарисовала, да? Ну, а сегодня что? Солнышко садится. Хорошего вам всем вечера. Спокойной ночи. Будьте, главное, в гармонии сами с собой. И все будет хорошо. А этого, в общем-то, сложновато добиться. Прям не хочу ходить. Вот на телефоне не так. Оно прям как апельсин. Так вот круглое. Крупное. На телефоне, мне кажется, мелкое, маленькое. А, ну так, если на большом экране, так будет большое. Встаю, думаю, чего бы поесть. Чего поесть? Выбор у меня небольшой. Ну, надо поесть. Все равно. Как садиться. Да сейчас, пока это самое, поем. Ну, пока что-нибудь сварю. Кашки, наверное, какую-нибудь сварю, да и все. Пока вот сварю. Пока поем. Пока пойду помоюсь. Вся от этой жары какая-то липкая. Противная. Ну и все, уже ничего делать не буду. Раз не идет сегодня ничего, то и не буду. Ну, чего-нибудь посмотрю. Слушайте, давно не смотрела фильмов каких-то, сериалов. А что давно? Вот как мои приехали, и все. Я и не смотрела. Я так вот что-нибудь включу, какой-нибудь след. Они бубнят там, а я свои дела делаю. Ну, что-нибудь такое. Или блогеров кого-то там, кого можно просто послушать, не смотреть. Чего-то и даже настроения нету. Ничего смотреть. Все. Уходит солнышко. Давай не забудь про нас завтра. Что-то у нас встать должно. Ой, ну разговаривать невозможно. Не переорать их эти. Носит. Не забудь, говорю, солнышко, что у нас встать завтра должно. Мы же тебя ждать будем. Все. Все. Прям закат солнца вручную. На глазах прям и ушло. Ну, все, мои дорогие. Тогда и я пошла. Комары кусаются. Пока-пока. Пока, солнышки мои. Субтитры подогнал «Симон»